Звёздный завтрак на радио Шансон. Звёздный завтрак на радио Шансон. Главное, церемония вручения премии Шансон года, на которую, как известно, ты тоже приглашён. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Это действительно такое яркое и масштабное событие. Я всегда рад участвовать в премии радио Шансон. И всегда приятно получать эти замечательные статуэтки. А какая будет по счёту? Ты ещё считаешь или уже всё? Я уже сбился со счёта. Или двенадцатая, тринадцатая, может, четырнадцатая. Ну, где-то так вот. Где они дома стоят? На отдельной полочке? В специальном шкафчике. В специальном шкафчике, на котором написано «Здесь премия Шансон года». Нет, Марина, они не умещаются на одной полочке. Так они же просто ещё и тяжёлый, этот гриб. Не каждая полочка выдержит, я хочу тебе сказать. Мне кажется, мы что-то не знаем про Евгения Григорьева, потому что сейчас слушательница Елена написала. А почему Евгений сегодня чуть не опоздал на звёздный завтрак? Ну, во-первых, я приехал заранее. Я заранее приехал за 15-20 минут. Не опоздал, чуть не опоздал, потому что вчера вернулся с гастролей и совсем позабыл, что у нас сегодня встреча. А с утра директор мне позвонил и говорит, Жень, на радио Шансон уже надо ехать. Как Елена из Омска узнала, что ты забыла. А это активная моя подписчица. А, вот в чём дело. То есть ты уже где-то выложил его в социальных сетях. Елена, привет, привет, привет. Елена, вы в следующий раз чуть раньше предупреждайте, пожалуйста, Евгения, что ему на эфир. Так, а также Евгения ещё, Елена спрашивает, А перед началом каждого концерта звучит голос «Встречайте, Евгений Григорьев Жека». Кто объявляет вас? Это всё время один и тот же человек или разный? Это один и тот же человек объявляет. Мы этот голос случайно перед каким-то концертом записали. Это голос моего директора Александра Ежова. Да ты что? Да. Интересно, теперь послушайте, как он объявляет, что это же узнаваемый бренд-войс Евгения Григорьева. Таким низким своим душевным бархатистым басом он объявляет «Встречайте, на сцене Евгений Григорьев». Пауза. Жека. Ой, здорово, прям до мурашек. Мы как будто бы уже на концерте. Ну что, я хочу сейчас, чтобы наши радиослушатели максимально приобщились к нашей беседе, задавали свои вопросы Евгению Григорьеву. Вот, друзья, у нас для вас работает абсолютно все. Плюс 7909-955-1030. У нас есть и Viber, и WhatsApp, и SMS. Куда удобнее, туда. И почтового голода тоже можете отправить до 1 сентября в студии. Как у вас все хорошо? Как вы устроились-то здесь замечательно? Звездный завтрак на Радио Шансон. Итак, друзья, Евгений Григорьев-Жека у нас сегодня в звездном завтраке. Задавайте свои вопросы нашему гостю, не стесняйтесь. И почитаем. Приходит уже очень много сообщений из разных городов. Видно, что сейчас какой-то концертный тур, раз вы только вернулись еще завтра. Да, и я вернулся. Откуда ты, кстати, вернулся? Я только вернулся, гастролировал по югу России, Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград. И сегодня почему-то опять вновь в Ростов-на-Дону уезжаю вечером. Вечером себе. Вот это график. Только уже на корпоратив. Понятно. Так, доброе утро, Евгений. Какие интересные мгновения. Запомнились вам больше всего и какие необычные подарки вы получали от зрителей и интересуется Роман? Роман, да, интересный вопрос. Подарков было очень много. Обычно дарят и картины с моим изображением, которые потом приходится раздаривать, потому что не могу же я на даче все стены своими портретами обвесить. Почему еще ты не так, недостаточно болеешь звездной болезнью или что-то не так? Пока еще что-то не захватило меня, да, да, да. Еще можно туда отправлять. Да. Дарили мне иконы, постоянно дарят для Маши мягкие игрушки. И знаете что? Видимо, поскольку все-таки я автор песни «Рюмка водки на столе» и «Пить с ней вино», очень много дарят спиртных напитков. А бокалы, коллекция «Рюмок»? Коллекция «Рюмок» дарят, спиртные напитки, которые уже подарочные такие, идут с красивыми бокалами, вот буквально. И с красивыми упаковками, да? Несколько коробок сейчас нераспакованные стоят дома. Как говорю, «Поле чудес» надо музей открывать, музей подарков, подаренных Евгению Григорьеву. Ну, можно просто их выпивать. Тоже хороший вариант. По поводу завтрака. Ты вообще с утра завтракаешь? Да, завтракаю. Какой у тебя завтрак обычно? Каша. Как и у меня сегодня. Похоже. Да, мы артисты такие. Мы кашу ем с утра. Ирина пишет, Артем, Марина, Евгений, здравствуйте. Подписано на вас во всех социальных сетях. Большое вам спасибо за то, что вы всегда даете обратную связь. Тебе не лень общаться с армией поклонников? Все-таки их много. И там надо очень много отвечать. Как можно лениться в такой ситуации, если... Ну, время надо найти, как минимум. Это же мои драгоценные люди. Ну, время есть. Еду в автомобиле, в аэропорт, на вокзал, еду в поезде. Почему бы не ответить? Своим любимым подписчиком. Кого-нибудь блокируешь в соцсетях? Я блокирую таких... Хейтеры есть? Экстремальных хейтеры есть. Вот даже без них. Ну, им много чего не нравится, но в основном им не нравятся какие-то глупости. Вот. И я как человек, обладающий таким неким солдатским юмором, при этом, когда я юморю, я никогда не смеюсь. Поэтому многие не понимают и говорят, да вот, ты что, ты такой натворил, что ты написал. Тебе надо смайлик всегда в конце ставить в таких ситуациях. А не всегда палец до смайлика. До смайлика. Дотягивается. Дотягивается, да. Поэтому я с этими людьми долго не спорю, просто их удаляю и все, и блокирую. Ну и правильно. Привет тебе огромный из Новосибирска. Спасибо за все процветание и удачи. Сибиряки тебя любят. У тебя в сторону Сибири планируется выездить? Огромный, огромный будет двухмесячный тур. Он начнется в октябре с Дальнего Востока. Практически все города Дальнего Востока сейчас уже арендованы площадки, запущена реклама. И потом с Дальнего Востока мы перемещаемся в Сибирь и в центральную часть России. Тур займет практически два месяца и будет продолжаться до начала декабря. Со среди октября ты тоже будешь встречать где-то в районе Хабаровска или Владивостока. Самую дальнюю точку выбираешь сначала, да, и в сторону центра будешь плавник. Да, мы переезжаем, улетаем по ходу сначала на Камчатку, потом там Сахалин, вот Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, вот такие вот маршруты. Время будет погулять по этим городам или только насыщенная работа и эксплуатный график? Если перейду благополучно в их часовой пояс, то, конечно же, буду наслаждаться. Ну, за два месяца точно успеешь перейти. А за два месяца я приду уже в свой родной часовой пояс московский. Тут нам приходит сообщение от Валентины, она спрашивает, «Здравствуйте, Евгений, у меня просьба, даже мечта, реанимируйте и вспомните вашу прекрасную песню «Два крыла», она пробирает до дрожи». Что с этой песней? Так, а где я возьму Диану Теркулову? Она же поет в группе Варабайки. Так, а что, с ней не договориться уже? Ну, у нее сложный гастрольный график. «Звездный завтрак» на Радио Шансон. Итак, друзья, 10 часов 27 минут у нас Евгений Григорьев-Жек в гостях. Пришел он в преддверии замечательного, грандиозного музыкального события. Кто смотрит видеотрансляцию, посмотрите. Сейчас вот Женя помахал рукой всем радиослушателям, которые смотрят нас на сайте радиошансон.ру. Ну, давай вернемся вновь к замечательному концерту, грандиозному, самому главному музыкальному событию весны. Давай вернемся. Давай вернемся. Ты получаешь в этом году... Неизвестно, какую по счету статуэтку. За неизвестно, какую песню. Или за известно, какую песню. А можно этот секрет? Не знаю. Это ты артист, ты артист, ты решай. Вообще, давайте я скажу... Нет, главная песня этого года для тебя какая? Легким намеком я скажу, что в хит-парате радиошансон уже долго занимает и почетные, и остальные места песня «Семь небес». Ну, именно ее мы скоро и будем слушать. Ну, давай, ладно, хорошо. Мы всем рассказали, что это будет песня «Семь небес», потому что все залезли сейчас... Мастера интриги, вы, хочу я вам сказать. Да, вообще. Капитаны очевидности. Есть ли какие-то у тебя мысли, задумки, что будет происходить на сцене во время исполнения произведения? Ну, во-первых, я самостоятельно думаю, что я проработаю драматургию своего выхода. А ты когда-нибудь режиссировал свои собственные песни на вот таких вот замечательных концертах? Я просто как-то присматривался к себе и смотрел перед зеркалом, какое мне сделать при этом лицо, когда я буду ту или иную песню петь. Были у меня песни и лирические, грустные на шансонах года, были у меня песни и такие веселенькие, энергичные. И если веселенькое, энергичное, то, конечно же, я думал о том, как оформить номер подтанцовкой, какой это будет танец. Это же твоя визитная карточка всегда была, да? Вот именно твоя хореография на сцене, твои движения, твои танцы, это же твоя фишка. Да и не только моя. Вот, допустим, на прошлом шансоне года, к сожалению, это в телеверсию не вошло, но мне очень запомнилось, я пел песню Михаила Гуцерьева «Женский каприз». И впервые вот шансон года, как мне кажется, впервые, по-моему, проходил в лайф-арене, и там стояли такие замечательные ростовые фигуры, которые двигались. И когда выскочила вот эта танцевать подтанцовка, то одна из фигур в первый ряд упала. Какая прелесть! Ну, кстати, по поводу шансонов года и как ты себя ведешь, я же обычно работаю за кулисами, и когда ты выходишь, ты всегда прыгаешь. Как давно зародилась эта традиция, вот эти твои знаменитые прыжки Евгения Григорьева? Я старался себя сдерживать, и раньше я подпрыгивал, то есть каким-то образом, ну, вы понимаете, когда разведчики идут в разведку, да? Их командир заставляет попрыгать, чтобы ничего не звенело, ни ключи, ни монетки мелкие. А у вас в школе так было? Деньги есть? Нету. Попрыгай. Попрыгай. Вот. Я прыгаю, чтобы у меня тоже ничего лишнего там не звенело на сцене, да? А то вдруг это все запишется. Вот. Версия же пишется. Да. Опять же, ключи от Майбаха выпадут на сцене, ну, неудобно. Упадут в первый ряд, как ростовая фигура. Ползость там потом. Ребят, верните ключи. От Майбаха, ладно, а если ключи от моих Жигулей выпадут, понимаешь, что будет? Народный автомобиль уйдет в народ, как бывает. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь, Марина, прыгать за кулисами. Заранее. Да, заранее. Все, теперь я поняла. Вот он в чем секрет. На сцене я уже не прыгаю. Олег Газманов сальто делает, а Евгений Григорьев прыжки в высоту. Прыгает и проверяет наличие мелочи в карманах. Ну, так что же, всегда прыжки требуют хорошей физической подготовки. Наверное, ты уделяешь внимание этому аспекту. Спорт в твоей жизни присутствует или нет? Спорт в моей жизни присутствует во время концертов, потому что я столько энергии отдаю во время сольных выступлений и зрителям, и музыкантам. И до сих пор я прыгаю по барабанной установке. Ну, как обычно все это происходит у меня. Вот. Те зрители, которые приходили ко мне в концертные залы, вот буквально были некоторые концерты рядом на прошлой неделе, да, они видели, что ничего не меняется. Жека такой же, крутит колесо руками, запрыгивает на барабаны, спрыгивает с барабанов на сцену вновь. Ну, как-то так вот. Мне нравится. Это моя физическая подготовка. Зарядки утром я сейчас не делаю, просто нет времени к этому, потому что переезды, каждый день разный город, каждый вечер разный концерт. А на концертах я отрываюсь. Санкт-Петербург у нас на связи. Татьяна пишет огромное спасибо за шикарный концерт в нашем городе и за фотосессию отдельное спасибо. Здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Будет ли летний концерт в нашем городе? Мы постараемся, да. Обычно в августе мы делаем клубный или ресторанный концерт в Санкт-Петербурге. Я думаю, что в этом году тоже мы эту традицию не обойдем стороной. Ну что же, друзья, в нашем эфире появляется песня Евгения Григорьева «Семь небес». У вас еще есть время для того, чтобы задать Жене вопрос. Плюс семь девятьсот девять. Девять пять пять сто три и ноль. Вайбер, ватсап, смс работает. Звездный завтрак на Радио Шансон. Евгений Григорьев у нас сегодня в Звездном завтраке. Честно говоря, я не помню такое количество сообщений, которые нам вот приходят. Ну, это очень здорово, очень похвально. И самое главное, что огромное количество сообщений, ни вопросы, ни просьбы, ни пожелания, а просто благодарность Евгению Григорьеву за его концерты в разных городах и где только не было уже Евгений Григорьев, судя по этим сообщениям. А как я-то благодарен своим единомышленникам, которые заполняют зрительные залы. И я действительно стараюсь во время каждого своего концерта сказать им слова благодарности и любви, потому что, дорогие друзья, вы делаете для меня многое. Вы самое дорогое свое время посвящаете моим выступлениям, моим концертам, посвящаете их мне. Поэтому не устану говорить вам спасибо за то, что вы у меня есть. А вот Елена все-таки задает вопрос. А вы любите Евгений пирожки? И если да, то с чем? Я стараюсь дома пирожки не есть, но вот мы с тобой... Да, но мы с тобой говорили о том, что ты недавно, Артем, был в Орске. Да, был. А знаешь ли ты, что старогородские орские пирожки... По секундчике. Нет, старогородские орские пирожки, которые уже много-много лет являются практически символом и основным продуктом питания жителей города Орска... Так. Это что-то с чем-то. Это потрясающие вещи. Классические самые пирожки, это... Ну, я называю это требухой, это печеночные, там вот такие ливер, да. Сейчас там делают еще и обычные с мясом, сладкие, с картошечкой, с грибами. Но вот когда я, например, бываю на гастролях в Орске, я всегда езжу вот в специальные пекарни, их там пару-тройку штук, вот, которые сохранили именно тот стайл пирожков, который еще с послевоенного времени возник в славном городе Орске, и вкус потрясающий. Мы набираем, мы кушаем там прямо, из печечки, горячие, и потом еще набираем огромные пакеты и везем своим музыкантам, чтобы они кушали перед концертом. Так вот, у нас в гостях эксперт по Орским пирожкам Евгений Григорьев. Ну, и еще есть эксперт по вафельным тортикам Орским, это я. Ты не то загадал, будучи в Орске, ну что ты. Ребята, знаете, какой у меня вопрос? Я помню, когда впервые увидела Евгения Григорьева, вот, уже работая на радио Шансон, и мне безумно необычным показалось твое чувство юмора, потому что иногда, ну, ты с очень серьезным лицом говоришь какие-то странные вещи, я не сразу поняла, что это ты так шутишь. Мои подписчики долго к этому привыкали, да. Всегда так было? Это еще со школьных времен повелось? Ну, как-то так, вот так вот получилось. Такой я козел. Нет, это прям как будто бы ты ходил на курсы актерского мастерства, потому что это же на полном серьезе говорить, что ты даже не заржать, а ты умеешь это делать просто гениально. Ну, а как же, харизма. А вообще тебя легко рассмешить, развеселить, чтобы ты прям вот ухахатывался? Или действительно это какая-то должна быть мега-разрывная шутка, только тогда ты дашь эмоцию? Ну, вот этот смешитель меня должен обладать, наверное, таким же чувством юмора, саркастическим, как и у меня, поэтому тогда мне смешно. Сам сказал, сам посмеялся. Вот хорошо, мы поняли, над чьими шутками смешно. Тут Ирина спрашивает, любишь ли ты готовить, и какое блюдо любимое у Маши? У Маши любимое блюдо пока, хочу, конечно, чтобы она потихонечку от этого избавлялась, это макароны, пирожки. Любит она рис, и любит она все сладенькое. Ну, а что любит сам Евгений Григорьев, мы узнаем уже совсем скоро. «Звездный завтрак» на Радио Шансон. Евгений Григорьев, друзья, Жека у нас сегодня в гостях. В «Звездном завтраке» пришел он, потому что уже совсем скоро примет участие в замечательной церемонии вручения премии «Шансон года 2024», которая пройдет 20 апреля на лайф-арене, если вы хотите увидеть Евгения Григорьева и увидеть, как он получает очередную статуэтку, золотую статуэтку «Шансон года». Вот этот замечательный золотой гриф. Приходите 20 апреля, посмотрите, как все будет происходить. Тут продолжают сыпаться сообщения. Андрей на связи из Оренбурга, он спрашивает. Евгений, а можете ли вы, приехав в Оренбург на концерт, пойти в гости к простому зрителю на часок, например, ко мне, на жареную картошку, которую вы никогда не пробовали, потому что она, по моему рецепту, соленое сало и рюмку домашнего напитка. Бывало ли такое, что ты выходил? Конечно, бывало. Иногда, если есть время, если срочно не нужно после концерта уезжать, и переезд происходит в какой-то другой город, тура, то легко, я с удовольствием попробую картошку Андрея, но на всякий случай пусть запасется контейнером, и вдруг я не смогу, принесет на концерт. То есть ты представляешь, да, что скоро на твои концерты будут ходить с... С картошкой. С картошкой. А ты вообще любишь картошку, Жаль? А почему нет? Нет, я просто не знаю, потому что ты обещал ответить на вопрос, что ты любишь, непосредственно готовить и есть, поэтому картошка это... Мы вот в последнее время с Машей подсели на то, что я запекаю ей курочку в особом таком соусе, это запекается в духовке, и мы традиционно для нашей семьи делаем оладушки из кабачков цукини. Ой, это вкусно. Да, это очень вкусно. Соус, которым ты запекаешь курочку, ты его готовишь сам или где-то приобретаешь отдельно, он уже в продаже есть? Я его мешаю сам. Из майонеза и кетчупа. А, вот так. Так, ладно, хорошо, кто вас... Красиво назвал особый соус. Теперь мы будем знать, что кетчу-нес называется особый соус. Кто у вас дома съедает поджаристую корочку с курицей, ты или Маша? Маша. Дети, они такие. Все лучше детям. Приходит много сообщений, и пишет нам, например, вот Елена из Омска, она пишет, секрет успеха, Евгения, огромное уважение к зрителю, мы отвечаем тем же. А ты вот сам как считаешь, какой у тебя секрет успеха? Есть ли он вообще? Я не знаю, я не задумывался об этом. Для меня главное на сцене быть искренним и простыми словами говорить о важном со своими зрителями. И я вот счастливый человек, потому что у меня воспиталась целая армия единомышленников, которые меня искренне любят, понимают, а я отвечаю им тем же, тоже люблю их, понимаю и говорю им те слова, наверное, которые каждый человек хочет услышать в зрительном зале. Денис из Москвы интересуется, нет ли у тебя новых планов записей, дуэтов с другими звездами, с такими, как, например, Тамара Кутидзе или, может быть, кто-то еще? Буквально вчера был на связи со своей любимой кумой, Тамарой Кутидзе, и у нас возникла идея, она скидывает мне видео с моей крестницей Евой. Ева под гитару пытается что-то петь и, кстати, очень классно интонирует. Я говорю, Тамара, вернешься с гастролей, они сейчас находятся со своим супругом, любимым моим же кумом, находятся на гастролях в Сибири, и у нас возникла идея спеть, может быть, втроем, а может быть и вдвоем я и моя крестница Ева. Ой, вот это да, она же еще совсем малышка, ей два или три. Да и круто, такую же песню сочинем. Да. А по поводу вот новых песен, чем в ближайшее время порадуют слушатели? Уже что-то есть написаны, какие-то стихи или что-то в работе? Да, есть песни, есть песни в работе, и я здесь немножко в последнее время забросил свои видео социальные сети, поэтому буквально вот перед отъездом на гастроли я за один день там три или четыре практически видеоклипа снял, так что скоро будут и новые песни, и будут новые видео. Так, еще один вопрос, наверное, успеем задать, коротенький какой-нибудь, который присылает нам наши радиослушатели. Например, Михаил интересуется, ты никогда не думал о том, чтобы включить в свой музыкальный репертуар редкие инструменты, например, домбру? Думал, так, баян у меня есть, саксофон у меня есть, это помимо гитар, барабанов, нужно мне освоить что-нибудь такое, еще какой-нибудь там укулеле, может быть, с домброй, наверное, не очень будет это все, потому что у нас очень в последнее время в шансоне много появилось народников, а вот какой-нибудь гусли или арфу попытаюсь освоить. Ну что же, друзья, приходите 20 апреля на Лайф-арену, обязательно увидите на церемонии вручения премии шансон года Евгений Григорьев, Женя, спасибо огромное. Всем добра. Спасибо тебе, Артем Демен. Счастья. Спасибо, Марине Дымовой. Ну и закончим песни Тамары Кутидзе. Ура! Звездный завтрак на радио шансон.